Шесть семей погорельцев в поселке Досор от Ираусской области могут оказаться на улице. Многоквартирный барак, где они проживали, сгорел еще в начале лета. Жителей временно разместили в здании школы-интерната. К началу учебного года их могут оттуда выселить. Подробности в материале моих коллег. В Досоре порядка 100 многоквартирных домов барачного типа. В них проживают более 500 семей. Этим зданиям больше 100 лет и пожары в них происходят уже пятый раз. После одного из таких ЧП мать двоих детей Лауру Сатабалдиеву вместе с соседями заселили в школу-интернат. К началу учебного года администрация учреждения попросила их освободить комнаты. Но, по словам погорельцев, идти им некуда. 690 тысяч в тенге, выделенное государством, на покупку жилья не хватило. У нас нет средств на аренду жилья. Комнаты в интернате мы уже должны освободить. Вначале в Акимате обещали, что решат вопрос жилья сразу. Но дальше обещание дело не пошло. Куда нам теперь деваться? Мы остаемся на улице. В семье Нургулько Шибаева семь человек. Четверо из них несовершеннолетние. Многодетная мать – единственный кормилец в семье. Не могу снять жилье. Никто не сдаёт в аренду. Если даже сдают, не хотят прописывать даже временно. Моя дочь находится в декретном отпуске с двумя детьми. Поскольку нет прописки, не можем оформить адресную помощь. Стоимость жилья – минимум 5 миллионов тенге. За этот дом без ремонта без условий просят 3 миллиона. Не знаем даже, как дальше быть. По закону, сумма единовременного пособия пострадавшим от ЧП составляет 200 минимальных расчётных показателей. По инициативе местных депутатов по горельцам за счёт районного бюджета размер помощи увеличили в 2,5 раза. Но свободного жилья на Байланте местного Акимата нет. 500 МРП – это 1 миллион 700 тысяч тенге. Конечно, за такую сумму квартиру или дом не купить. Это всего лишь разовая помощь тем, кто потерял имущество. Для получения жилья нужно подать заявку, чтобы этот дом признали аварийным. Если специальная комиссия примет такое решение, то можно включить в очередь. В районном центре строя две многоэтажки на 60 квартир. В Досоре строительство социального жилья запланировали только на следующий год. В целом, по району в улучшении жилищных условий нуждаются 730 семей. И вопрос, когда дождутся своей очереди по горельце, остаётся открытым. Альмира Уразбаер, Стамбек Кинжи, Тимирлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар, 24, Атравская область.